Семинар будет посвящен некоторой концепции, которая кажется мне достаточно интересным. Эта точка зрения известна у нас по формам Кота, а именно Константина Лисицына, на некоторую проблематику, которую я затрагивал в одном из предыдущих семинаров, состоящихся где-то месяца два назад. Значит, о чем идет речь? Мы вспомним, что мы работаем с некоторой эстетикой, нам очень интересно узнать с философской точки зрения, почему нам, например, интересно читать стихи. Ведь ясно, что обычная речь, она отличается от поэтической речи. Я вначале принимал строго, вот вы можете посмотреть, например, в таком видео, как Осип Мандельштам, как Покемон, достаточно консервативную философскую позицию. То есть я пытался говорить о наслаждении, как наслаждение в смысле Платона. В самом деле, говорит Платон, если у нас человек пьет и наслаждается, значит, он перед этим испытывал жажду. Раз он испытывал жажду, значит, к всякому наслаждению пришествует равное его страдание. Но есть некоторые чистые наслаждения, когда сознание соотносится с самим собой. И это чистое наслаждение, оно не последовало каким-то пришествующим страданиям. Вот в этой парадигме я пытался раньше действовать. Но она мне несколько не удовлетворила, по целому ряду ключей. Но она во многом оказалась на мой взгляд провальна все-таки. Потом я занял чрезвычайно романтическую, психологическую точку зрения. Начал рассматривать человека как большой подсоропольской сознания, всякое сознание. Между ними одно, которое царит безраздельно. А все остальное, ну ведь у них есть другие названия. Одно из них называют подсознанием, например. И это безраздельное сознание давит всю информацию или что-либо проходящее, не пускает его ко всему остальному миру у человека. И таким образом паразия оказывается диверсанткой. Это то, что с помощью хитрой метафоры обходит вот эти самые заграждающие барьеры сознания. И после этого порывается к другим нашим друзьям, другим сознаниям, бессознательным, подсознательным и что-либо еще. Что для этой концепции у меня было очень важно и о чем будет Константин, наверное, говорить прямо в противоположном проще. Потому что я пытался рассматривать человека как, скажем, совокупность сознательного и бессознательного. При этом сознательный и бессознательный воспринимать отчасти как противоположные личности в любом случае. И таким образом поэзия как бы адресовалась у меня, получается, не, собственно, к нам, не к сознанию как таковому, а к нашим спутникам, с теми, которые едят с нами наше тело. А вот у Константина, мне показалось, очень интересно, он сейчас об этом, наверное, скажет, другая концепция. То есть он попытался соединить преимущества обоих подходов. И в этом смысле разделите в деятельность сознания рассудочную и рассудочную, и мыслительную деятельность. Вот, пожалуйста, какие-то слова. Ну, вообще, на это понимание я вышел, ну, как бы, занимаясь, как и многие, наверное, вопросами искусственного интеллекта. Ну, по молодости, наверное, все там, ЭВМ пятого поколения, и тара-та-та. Ну, в общем-то, как-то быстро я не то, что просек, а прочувствовал, что это тупик. Вот. И стал самостоятельно, значит, докапываться до того, собственно говоря, что такое разум. Все говорят, разум, разум, там, это. И вот постоянно пересекается вот этот конгломерат понятий сознания, разум, рассудок, интеллект, там, ум, еще что-то. Вот. Но когда пытаешься докопаться, то понимаешь, что большинство, как правило, использующих эти термины, особо дифференциации не нужна. Как правило, употребляя эти термины, видя, что пользуются ими для обозначения вообще, типа, то, что в голове. Вот есть мир, и вот то, что в голове. И там душа, рассудок, и вот это вот. А когда, грубо говоря, инженерный подход пытаешься применить, а как это сделать? Ум, душа, где за что браться? Вот. И, в общем-то, раскопал я рассудок, вот все, что можно, и понял. Ну, и не только я, вот все, кто искусственным интеллектом занимаются и глубоко там проникли во все это. Вот. Знания, базы знаний, алгоритмы, там, это перекопали все уже до нельзя. И, собственно говоря, в этом тупике так они и будут тихо там, ну, не умирать, но умирать в смысле того, что поставленную цель они там никогда не найдут вот эту свою истину, мыслящую машину и так далее. Вот. И тут, ну, могу я долго рассказывать, наверное, малая интересная история, может, это отдельный там разговор. Вот. Ну, скажу сразу, что ближе к теме, и меня, вот, в общем-то, просто, ну, переклинило или щелчок, еще что-то, озарение, у меня срослось все сразу. Вот. То есть, я просто вот почувствовал, что разум, он, вообще говоря, у нас в том, что в подсознании. Хоть этот термин, как я говорил вначале, я понял, что его зачастую неправильно используют, но, тем не менее, вот именно богатство языка, вот как вы из языка вытягиваешь, что даже неправильно его употребляя, вот какая-то интуиция в этом термине, вот, что вот подсознание, что-то сопутствующее нашему сознанию параллельно идет, вот. И, вообще говоря, картина у меня получилась следующая. Ну, я там глубоко нейрофизиологию изучал, было время, и, в общем, все это. И я себя увидел, что, вообще говоря, ну, в биологическом мозгу, но это, вообще говоря, я и на весь космос потом почувствовал, просто вижу, что оно работает и там. Вообще говоря, ну, как я себе представляю, пусть это схематично, но для изложения это будет, наверное, наглядно. Имеется один, как бы, слой общий у сознания и у подсознания. Опять же, таки, очень грубо схематично, но для наглядности я, может, буду употреблять термин, вот, как дисплей. То есть, идут какие-то процессы, какая-то машина работает, вот, а мы никуда не денешься, ну, можем рассматривать себя как машину, ну, не в грубом, вот, понимание, цифровая там еще какая-то. Вот, ну, организм функционирует. У него имеется какой-то слой, где вот эта вся перевариваемая информация, она в реальном времени постоянно присутствует, представлена. И вообще, наверное, действительно, нарисовать бы не мешало, но я попробую словами. Да, ну, опять же, таки, схематичное представление такое, ну, вот, из теории управления, вот, в кибернетике, там как-то представлено, что вот, входная информация какая-то, входной поток, далее идет преобразователь, или, ну, там, как усилитель, и выход у него. Вот, с выхода обратная связь идет на вход, и там, значит, ну, вычитающее устройство между входным сигналом и тем, который после этого преобразователя. В общем виде можно это, как бы, вот здесь, где вычитающее устройство, вот это входное устройство сравнения, вот, можно представить, что вот это выводится на дисплей. Ну, допустим, мы хотим налить в чашку чай, и вот у нас на входе, как бы, задание, вот, чайник, это, и вот сопоставляем, пока дойдет до уровня. Все, когда задача выполнила, стоп, вот, и то же самое, то же самое, на этом же дисплее, но мы вот в своем, вот, социальном сознании, то же самое представляется информация подсознательная, где там, ненужная нам для нашей социальной жизни. То есть идут два потока, да? Два. То есть идет один большой поток, и внутри него встроен маленький. Да, да. Маленький, это тот, который понимает сознание, да? Ну. А тот, все остальное, с которым работает подсознание. Да, да, ну, вот сейчас я договорю, и закруглится картина. Вот, то, что вот я изначально описал, это, как бы, речь идет о связи с миром, вообще говоря. И вот мы осознаем, вот, то, что видим, слышим, чувствуем, ощущаем, и свои осознанные все движения, манипуляции во внешнем мире. И такой же по принципу, такой же поток скрытый, который в подсознании, который занимается вот дыханием, там, сердце стукает, там, пищеварение, все обслуживает организм весь. Но они совершенно идут вот параллельно, и вот на этом дисплее, вот эту часть мы видим, осознаем, а вот это, ну, как я это называю, внутреннее состояние. То есть, вот, вот организм, и вот, да, и для него, для самого организма, это в совокупности все одно и то же. То есть, как бы, он, вот это, на этом дисплее сознание, подсознание для него, это внутреннее состояние полностью, текущее. Вот. А мы осознаем вот эту часть. И человечество, вот, у греков я видел, ну, они, может, не осознавали, но во всяком случае, в их, как бы, философии это как-то вот присутствовало. Ну, там, поэзия, миф, не буду я копать это, ну, вот, какие-то интуиции оттуда, ну, и на Востоке также этому уделяют внимание. Вот. А тут я, ну, как бы, претензии у меня к Аристотелю, который, вот, собственно, вот, логика это, и вот в эту сторону перетянул, и дальше вот философия, ну, я так это чувствую, больше вот крутила здесь, а это как-то, а, поэзия, там, художники и так далее. А на самом деле, когда, вот, как я сказал, у меня щелчок этот произошел, а я, вот оно, вот оно, вот, мы мучаемся, вот, мысли вот у нас, сомнения, вот, предчувствия и так далее. Вот она, мысль, вот она крутится в подсознании, вот тут, которое я как раз, вот, и считаю, вот она реальная связь с миром, с космосом. Вот мы сидим, разговариваем, и где-то, я даже не осознаю, я извиняюсь, не для данного помещения, но какой-то там, вот, передернутый затвор, я этого еще не услышал, но вот эти звуки, шорохи какие-то, а подсознание, оно там ловит. И у меня смутно, а, что-то, где-то, как-то, вот, ориентируется человек, ну, я сейчас как домыслы говорю, но таких примеров можно привести много. Вот, люди бывают, живут, там, что-то делают, разговаривают, а вот какой-то там неуютность, там, меняется состояние. И он вот начинает, организм целиком, комплексно как-то действовать, поступает, кто-то там билет на самолет сдает, кто-то еще что-то. А вот это я называю, считаю, для меня абсолютно тождественное мысль и чувство. Вот я сейчас говорю, я транслирую свое чувство. А как я это делаю? Чувство внутреннее, да? Ну да, то есть, мое внутреннее состояние, да, вот я шел сюда и пришел, вот сейчас мне дали слово, я просто открыл двери, и вот оно, пошел этот поток. Какая логика? Я вот пришел, сел, я не знал, что я буду говорить, тем более, какое я следующее слово скажу, тоже не знаю. И тут работает, ну, вот этот встроенный автоматический алгоритм по, ну, как бы, упаковке этой речи, то есть, вот этот поток идет, он выливается тоже в какой-то преобразователь, который, ну, подбирает сам слова, выстраивает их по правилам, по синтезе. Ну, язык, помощник, я бы назвал это транслятор. Вообще говоря, язык не только как производитель, но язык, это вот преобразователь, когда я слушаю, я принимаю слова точно так же, как и вот кирпич на голову упадет, и все равноправно. Это воздействие извне, и через преобразователь, через этот язык, все слова, все там, Канты, Гегеля и прочее, все это плавится и переводится на внутренний язык, вот этот, биологический. А этот биологический язык, это уже физика, химия, это сама природа, где нет наших никаких искусственных алгоритмов и так далее. И вот там вот он совершенно четко чувствует гармонию, потому что он построен по принципам, не по нашим, которые мы выдумали. И вот тут мы, слушая какую-то речь, мы ее понимаем, мы ее можем правильно считать, все. И вот тут возникает из подсознания чувство, которое, ну вот, совестью называют или еще чувством там какой-то, ну вот, типа правильно говорит, но что-то не так, что-то как-то, вот, какая-то мысль. Начинаешь анализировать, опять прокручиваешь, и потом уже опять это вот в сознание выходят какие-то озвученные мысли, как-то они коряво сформулированы или нет. Но ты пытаешься, вот этот баланс и организм, он построен постоянно свое внутреннее, у него есть возможность за счет того, вот, как я привыл, вот эти системы управления. У него потребность все время свое внутреннее состояние подстраивать. Вот этот выход скрытого канала, он направлен на себя вовнутрь. Если вот этот социальный канал, он вовне, в мир действия производит, а вот этот внутренний канал через память, через еще что-то, он подстраивается вот по среде, чтобы блюлась гармония. Когда гармонии нет, постоянно присутствует чувство дискомфорта, если не найдено вот это положение. Ну вот, в общем-то, такими грубыми мазками... Что это за положение? Вот это как? Понятно, что это какой-то гомеостаз, да? Положение о вновесе. А как, за счет его функции, это его какова? Ну, физики это называют занятие состояния с минимальной энергией. А, то есть, всякий раз механизм пытается устроиться так же, как у некая энергия... Да, 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 за счет внутренних ресурсов еще как-то... Вот среда меняется, вот стол вот ровно положил, все, стоит спокойно, вот медитирует, все хорошо. Раз, начинаются воздействия какие-то, вот он покатился. Если ему мешает что-то катиться там, вот он там и ищет какие-то решения... А поэтический язык, тогда он в чем здесь состоит? Что? А поэтический язык здесь... Чем отличается восприятие стихов от восприятия формул? А вот поэзия, да, и вообще искусство, даже проза и так далее, это какие-то наши социальные находки, которые, ну, я их так для себя вижу и наблюдаю, как некоторые добытые резонаторы, которые, ну вот удалось. Вот я могу сейчас писать, говорить все, что угодно, ну вот, как говорится, народ слушает, там смотрит, нравится, не нравится. А бывают вещи такие, которые даже человек что-то не понял или еще что-то, но, как говорят... Захватило? Срезонировало, да. Срезонировало? Срезонировало. А как они вот тогда работают, вот эти резонаторы, ну, действительно, ну, действительно, вот мы тут недавно делали малознание вариантов, там как раз говорилось о некоторых... Общение к помощи метафора. То есть берет, вкидывает какую-то метафору, и она потом идет, гуляет по миру, и как-то на нее у всех воздействует. Ну вот, я не знаю тут частную технологию, может, ну, во-первых, представлено там один неудачный, другой неудачный, вот там говорили, технология нарушена. Ну, неважно, знаневый реактор или незнаневый. Ну, это самый последний, он еще не уложен, средний. Да. Это я, нет, я хочу сказать, это значит, просто, он резонатор, ну, в каком вот смысле? Вот если мы считаем, что организм всегда стремится к занятию некоторой ситуации с наименьшей энергией, то как вот этот резонатор с ним работает? Ну, тут я не скажу, но я считаю, что, ну вот, там, эволюция природы, вообще, Господь постарался так вот устроить, вижу я его все там, чрезвычайно многомерным. Да, вы можете, видите, действительно, за этой метафорой, то, что у нас резонатор, есть содержание, потому что, действительно, музыка, да, мотив нас захватывает, мы буквально начинаем его резонировать. Резонируем же ему. Резонируем. На природу вышли, ландшафт, там, еще что-то. Ну, природы ландшафт меньше степени, чем музыка. Ну, музыка взяла и захватила вот так. Ну, ритмика стиха почему-то. Ну, вот только непонятно, что она тогда делает с организмом в этот момент. Ну, я бы так... Почему одна строчка задевает, а вторая нет? Ну, вот что-то вытянутое, как говорится, из реального мира в наш, вообще говоря, случайно созданный язык, которое, будучи обратно переплавлено, оно вот отвечает внутреннему, уже ранее наработанному опыту. Знаете, вот есть, это мое, как бы, маленькое возражение, у вас, понимаете, получается, что вот в человеке есть некий центр, да, а все остальное какие-то частичные объекты, которые он себя пытается втелить. А на самом деле, получается ли так, что наоборот, в человеке есть частичный объект, а центр, он где-то вот вовне, да? Нет, вообще нет. Нет. Понимаешь, вот, понимаете, у вас получается так, что у вас все сплавляется внутри человека. Человек такая цельность, да, вот он рожден Богом, там, он там, первосоздан, да, вот он некая, как бы... Перворожденный. Перворожденный, да. А у меня, например, представление такое, что в человеке есть частичный объект, у него внутри пустота, и вот он пытается эту пустоту заполнить, понимаете? Так, нет. Заполнота вовне. мы только оболочка я понял, тут вот и нет противоречия вот эту систему управления, которую я рисовал вход, преобразователь с обратной связью параллельно еще что-то и выход и вот этот выход через весь мир замкнут обратно то есть мы что-то делаем вот я говорю центр есть или нет все-таки это важно, потому что если центр сам человек то это одна картина что касается организма будь то человек социум у него есть центр, который идентифицируется как личность, как я психологически что есть центр это понятно, я имею в виду центр сплавления, вот вы говорите что-то сплавляет я имею в виду вот этот природный центр, если можно так говорить так бог я и хотел сказать у вас очень замкнуто у вас очень гуманистическая позиция вы считаете что человек такая цельность такая важность микрокосм часть микрокосм часть микрокосм который гармонично к нему тяготеет если нарушаются вот это ему обратные связи вот мы встраиваем какую-то бредовую можем алгоритм произвольный взять просто набросать там биты любые вот и он начнет у него поведение ну вот робота сделали вот сотню роботов а от них там гармонично запрограммировано они живут воспроизводятся и все они в мир вписались а этот бог бог в стенку там и все дым пошел сгорел неудачный эксперимент и вот эти наши инстинкты самосохранения продолжения рода и так далее они вот и блюдут вот за этим чтобы вписываться гармонично в этот мир и не вылететь из него в прах то есть бог нас создал такими ну бог не бог то есть поэзия это проявление самосохранения ну где-то так да нет просто очень большое количество людей живет без поэзии нельзя сказать что они самосохранения осторожно менее удачны чем те которые так и вот это тоже да я продумаю мы можем вот тут закрыть дверь все и тут организовать свои правила игры и так далее и там достаточно будет там 3-5 правил выполнять и все и плевать нам на все остальное собственно говоря вот я там с Денисом было полтора года назад здесь амуритин да вот ну я может быть вольга моя группа так ну вот это отраслевики они замыкаются где-то и вот у них локальная такая гармония да они могут тут совершенства достигнуть все прелесть но открыли дверь вышли в мир и бух по башке они никому не нужны они не в мире и так возможно всякие там дисгармоничные какие-то какое-то время локальные поиграться во что-то а что касается вот связи я просто буду сказать о другой картине не гуманистической дело в том что я начал говорить что человек частичный объект на самом деле целый есть не человек а целое является общество человек он недостаточный объект понимаете ему много что не хватает он много что не может он зависит от всего а вот цельным постоянным существующим объектом вечным это общество оно там рот ну и рот это слишком как бы начало возьмем такую компактную как общество и человек на самом деле это частичный объект он вот именно и представляется в этом обществе только элемент а существует на самом деле все что вокруг этого полного объекта и полнота этого объекта как раз языки все правильно так вот языком более полный все правильно так тут заходит речь о социуме и как раз вот социум у нас я там когда Игорь писал на ролик комментарий вот так вот я рассматриваю что язык у нас в настоящее время это становящийся язык социум у нас не обрел завершенности и никогда не обретет может быть и не обретет это же вечная динамика может быть и не обретет да но вот в сравнении опять же таки приведенном с муравейником можно его рассматривать как вообще говоря устойчивый социум который прекрасно воспроизводится и у него вот эта часть сознания вот нашего этого она сужена ну там вплоть может до одного бита а так они в подсознании в гармонии в этой крутятся они нашли язык этот и живут а мы ищем поэтому у нас это поле расширено поэтому у нас язык строится все время модифицируется то есть язык это пункт к смерти сознания да то есть не наоборот да и вот когда язык да приблизится к гармонии сознание будет то сознание склопнется склопнется и мы в подсознании вот да и тогда вот общество начнет так же гармонично воспроизводиться без войн без потрясений без безработных и так далее найдется язык найдется технология функционирования и все то есть получится такой сверхчеловек ну вот я не знаю электроны там эти они миллиарды там лет назад да субъект у них не каждый мувавей они они организма они вписались в гармонию мира они устойчивы да самый главный закон закон равновесия и он везде батарея ну безусловно в принципе на меньшем действии ну ну это не со мной без языков ну а поэзия это там в ее место вот в этой системе когда язык она магнит она язык это смех социум она она притягивает да она вот этот язык как раз и тянет собственно говоря вот мы можем пользоваться там каким-то бухгалтерским языком и так далее но видим что он мир не описывает он только сектор можем технически можем еще каким-то а поэзия это такой язык который вот магнит она сама шедевр вот она тянет открытая дверь иди туда не хочешь ну иди вот там колбасой торгуй так а иди туда это куда это мир гармонии мир без сознания мир без сознания да ну это как бы немножко странно потому что вроде бы поэзия как раз и сознательно очень сильно нагружена а получается что ее цель как раз состоит в том чтобы от этого ну ты же сам об этом говорил вообще-то я об этом говорил да я просто пытаюсь работать то есть у поэзии ну как бы как я вижу ну дверь открытая в обе стороны так вот это переход от смыслов социальных к смыслам которые социум еще не удосужился я снял это служебная функция языка социальная а мы идем как бы в другой язык где есть место гармонии где мы отказываемся от сознания целиком ну где-то вот где-то так я не понял язык существует для человека или человек есть что если мы уйдем без сознания то есть человек частичный объект получает а полнота в языке ну какая-то да то есть язык это некая полнота некая самостоятельность и цельность да а человек это вот как бы функция языка язык использует человека для своей цели язык живой получается да ну точнее социум живой социум живой ну понятно что я имею ввиду что когда я говорю язык естественно я имею ввиду не какой-то лично абстрактный я имею ввиду то что реальное то что мы говорим сейчас то что сейчас реально существует он как бы растворен как бы в обществе представлен не просто материальных предметов как культуру везде он все просачивает как смыслы как там бухгалтерия как отношения в это все пронизывает язык и человек и этот язык живой как эгрегор он использует людей для того чтобы развиваться египет я не знаю на сколько объем житов инструмент тоже живет модифицируется но он живет все таки есть же различия между социумом это все таки жизнь есть биологическая жизнь есть социальная жизнь а вот есть сверхжизнь это язык сверхжизнь то что как бы его инструмент нет он самостоятельный язык получается Это как бы путь к Богу в том смысле, что он сверхбытие. Вместе с тем, как и путь к смерти, да. Извините, какая это? Нет, просто в чём тут смысл? Дело в том, что социум существует реально, материально, вот он поставлен. А то, к чему приходит этот социум, то, что он порождает, если можно так говорить. То, с чем он сообщается, сообщается он с Богом. Он порождает некий язык. Вот в этом языке и Бог существует, и всё существует. Идеально и вечно. Это как у Порхиса, да, что там собираются эти приводиты. Кто-то произносит какие-то слова, иногда это кого-то трогает. Ну, это с политической стороны. Знаете, да, этот рассказ Порхиса. И тогда все понимают, что перед ними появляют, что он равен Богу, и каждый должен убить его. И тот тоже бросается куда-то, и от этого дела не исчезает. Он не убивает, он прощается только. Он отправляется к нам. Но обычно успеет. Да, он очень часто успеет. Ну, так, кстати, Борхский, кстати, хороший пример. У него же почти есть так, что мир есть язык. Даже не язык, скорее, а текст. Вселенная и библиотека, да. Вселенная, некоторые называют её ещё библиотекой. Там один из рассказов начинается, да? Библиотека делает уже не живая. Понимаешь, это понятие жизни важно. По-моему, насколько я понимаю. Она сама по себе существует, и она не может существовать без индивидуума. Библиотека – это как хранилище. Это нечто такое, как объект. А тут именно важно, что этот язык порывается стать субъектом, как Бог. То есть, обладает своей собственной волей и своей собственной. Да, да. Не, ну, есть. Это хорошая позиция. А тем способом мы достигаем Бога? Не тем способом, что там мыслим его, а тем способом, что работаем с языком, и вот сам язык есть. То есть, и какие-то там куча народа у меня в голове сидит, посознательная, бессознательная. А что ты сразу же, через меня, через глаза, сразу же к Богу шмёшь? Да? Напрямую. Да ты всегда с Богом. Да, только я за это не запротивляюсь. Я-то думаю, что я сам один. Да, вот это и есть. А если я поэзии шмяк, поэзии золота, как в стоворотках шмяк, ты сразу же к Богу. Сознание с бессознательным конфликтом? А? Сознание с бессознательным. То есть, бессознательная конфликта с Богом. Нет, он же хочет стать автором, как бы. Как только получаешь сознание… Человек сощеняет сихотворение. Он говорит, автор я. А ему говорят, какой ты автор? Автор-то кто-то другой, язык за тебя работает там. Кто? Нет, это не важно. Это вопрос не об авторе. Нет, но ты говоришь, что сопротивляется. Каким способом он сопротивляется? Он пытается отсечь себя. Нет, обычный человек выходит, он от божественной природы языка, он от него сопротивляется. Нет, ну ладно, обычный. Он говорит, он мне нужен для того, чтобы назвать чашку, попросить, отдай-ка мне кружку, положить как-то мясо. Нет, ну ты знаешь, это же правильная метафора, что он поедет, когда у него вдохновение. Это сочиняет он как-как, от самого себя или от чего-то другого? Да нет, это мы все понимаем. Не то, что правильно метафора, я вам сказал, пошлое просто. Дело не в этом, дело в том, что тут просто смысл-то что-то состоит. Он и состоит, что человек отдает свое сознание, отдает свои способности чему-то вот, что в него входит как вдохновение. И он уже вещает не от себя, а от чего-то другого. Да он может сколько-то. Просто вот сейчас демиургами здесь вот, да, вот как бы помощник имен Бога, выступают поэты, не какие-то обычные люди, как ты говоришь. Шмяк-шмяк, какой-то обычный. Сейчас поэты неинтересные сейчас. Демиурги, кто поэты? Как он сочиняет стихи, это неинтересно. Это важно, интересно, как они на другого, обычного человека действуют. Здесь же речь идет о том, как они действуют. Мы говорим о условиях. Нет, но здесь понимаешь, что это антологическая поэзия. Поэзия, которая, условно говоря, не разменяет. Понимаешь? Да, да, да. То есть ты сидишь, ты считаешь, что ты личность, во-первых, у тебя есть уже эта функция языка. Ты языком пользуешься, там, чмок, 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 кружку. Давай все-таки отличать поэтов от обычных людей. Как поэтов? Давай не отличать. Нет, нет, здесь как раз было, насколько я помню, поставьте, заявлено все-таки, что обычный человек, он все-таки как вот, допустим, бухгалтер, он сидит и занимается сектором языка. Сила как раз позиции была, то, что он как раз поэт не были заявлены как самостоятельная инстанция. Сила-то позиции тут в этом и состоит. Они не являются самостоятельной инстанцией. То есть любой человек как бы. Тебя стихотворение, мы говорим о четырнадцатишнем столе, ты шел, шел, тебя четырнадцатишнем по голове шумяк, внезапно тут совершенно шел, никого не трогал. Собирался сахар. Шел на кухню, собирался сахар в чашку положить. Служебная функция языка. Виделся знакомые вещи, которых ты называл. Там, дверь, ручка, чайник. У тебя было бы хорошо тоже какой-то гомеостаз. А тебя четырнадцатишний шмяк. Мы говорим о языке или о том, как человеком случается шмяк. Вот мне вот это уже не понятно. Да, мы говорим язык этим способом, что пытаемся говорить с шмяком. А сейчас опять перечник к человеку, да? Мы говорим сейчас перечник к чему-то над, так сказать, над человеком. Нет, мы пытаемся со шмяком работать. И функция этого шмяка. У меня была функция шмяка, она была очень простая. Ты обошел сознание с ее привычками и с ее устойчивыми системами металла. Но ты опять истянешь в свою сторону, давай как бы... Я пытаюсь только поставить позицию. Вот она, ты ее обошел ее, да? Ты ее обошел и к чему-то другому пришел, к подсознательному или второму сознанию. Это как случайно случилось? Стихотворение обошло. Стихотворение взяло оно и обошло. Тут везде там... У тебя бастионы стоят, оно взяло и обошло. И пробилось той функцией и я, вот я говорю. От которого ты... Стихотворение это не просто логическая структура, а она специфическая. Ну она обходит, да. Вот. Значит, функция поэта, получается, все-таки выделена? Нет. Кто придумал? Опять, минуточку, дай это пусть, сколько угодно. А здесь позиция несколько другое. То есть я, когда прохожу, значит... Я адресуюсь, получается, не к своему другому я, или не к тому всему гадости, которая у меня в голове намешена. А ты как бы приходишь и не то что даже к муравейнику сделаешь, но ты адресуешься к этому некому будущему муравейнику. То есть твоя функция просто... Она не то что шмяк к другому пришел, а ты вот это самое сознание, в конце концов, и прикончил. То есть тогда экстаз от тихотворения чего она возникает? Ну кого возникает? Вот именно от того сознания, которому говорят, что ты смертна? В поэзии это процедура умирания постоянно? Ну, где-то. Где-то. То есть это такое постоянное умирание получается? Ну вот, да. Кстати, тоже сильная позиция. А вы видели эти наши про христианство? Нет, еще не дошел. То есть смотри, то есть поэзия получается как молитва? То есть вот слушают стихи, слушают музыку, еще что-то. То есть как бы молитва, ты как бы уже умер, еще не умер, понимаешь? Ну и тут слезы, уходит все это сознание, все, человек растворяется, его я ушло вот в это подсознание, как нирвану, и он не хочет уже идти там на эту работу, считать дебет с кредитом, он понимает, что это игра какая-то придуманная, ему навязанная. Да. То есть мы все понимали, как ты и я, дружащий Моцар. Получается ли так, что мы вместо поэта можем взять нечто другое и все то же самое проговорить? В принципе, средства могут быть любые, статуру кто-то сделал, кто-то... То есть язык, получается, это тоже мудрецерят перетянуть в вторую часть? Ну и музыка точно так же. Это одна из форм, да, но... Вы все-таки психологически свалились, да? То есть я пытался в антологическое вывести, в поэзии как нечто антологическое, а вы тут свалились в это психологическое. Антология, да, это вот, я не знаю, я на антологию смотрю тоже, как на попытку вот именно мудрости это все опять в Excel таблицу занести, как-то я вот к ней... Ну да, без умствования, они есть некая непосредственность переживания. Не тот путь, да. И познание, вот вообще, я считаю, познание, это вот связь с миром реальным, который вот там кровь, слезы вызывает и так далее, где физика, химия, вот эта работа, это есть познание. А эти слова абстракции, это вот, это кровь нашего социума, а поскольку он еще не состоявшийся, то особо на него ориентироваться. Может быть, вот эти извилистые дорожки, они так и распадутся, и не суждено социуму стать таким же, как электрон, скажем, устойчивым. Просто вот какой-то и криво вселенной раз и все. Солнце погасло, человечество исчезло и не... Ну, неудачный эксперимент. Не соответствовали мы вот гармонии самой природы. Мы все имели возможность тут, и вот так ей распорядились. Не познали природу, какова она, не вписались в нее и исчезли. То есть, если мы вписали вирусы? Опознали, как вот вирусы, да, которые могут летать, там, не надо им ни вода, ни хлеб, ничего. Вот они будут вечно там, не знаю, пока электроны... В ядерной войне выживут только тараканы? Ну, типа того... Да тараканы уже не выжили. Когда был последний таракан? У вас, знаете, как-то сквозит такой пессимизм прям, понимаете? А почему пессимизм? Вот вы пришли и сказали, я хочу передать, как бы, настроить или передаю его. На самом деле, вот так, знаете, очень грустно. Да, очень грустно. Реально передает настроение, почему? Очень грустно, потому что у вас такое... Поэтически это получается, согласись? Да, очень поэтически, но слишком грустно. Ну, идем. Когда мы читались про онтологию или что-то там, это как бы была бравурная речь. Мы хотели как бы все это возвести в нечто торжествующее, что вот мы там к Богу через язык. А у нас получается, что все схлопнется. Солнце потопнет и все. Какой там язык? Зачем мучиться что-то делать? Надо расслабиться. У нас в процессе, скажем, воспитания, образования и так далее сложилось. И я вообще говоря считаю, ну, как бы, верный вот этот рефлекс ловить кайф от творчества. Да, что вот мы там творим что-то и как же вот наш рабочий инструмент сознанием осознаем. Поэтому для нас это вот ценностью является. И, конечно, то вот, что я сейчас нарисовал картину, это как бы должно быть еретически воспринято, и меня надо сжечь на костре. Вот, но если вот на самом деле посмотреть динамику того, что я сказал, это первое. А второе, принять во внимание, ну, как бы реалии уже из опыта, скажем там, вот эти восточные практики и... Достижения немало. И практики там наркоманов и прочее, да, что где кайфа больше, грубо говоря, вульгарно говоря. Вот. Мы в силу традиции вот так течимся, так сказать, вот самоценностью сознания. Что вот мы в сознании, вот там Архимед вот Эврика, да, вот он научился там золото определять, там еще что-то. И нам это воспитание вбито, и мы вот прагматически, вот как я опять упомяну, как отраслевики, мы на эти ценности ориентированы. И вот юные умы, вот с молоком матери это впитывают, вот пример. Смотри, Ньютон там старался, там думал, Архимед, Пифагор. И вот эти вот маяки повешены, и, так сказать, на них идут. Идут, и там потеют, там вот, чего-то добиваются. Ну, ну, хорошо, золото научились определять. А, спросить, а зачем вот так вообще, зайчики? Ну, это уже прошли религиозные вопросы. Нет, ну, ну вот, да, вот там, так сказать, золотая медаль по плаванию, там, еще что-то. Ну, это наша социальная игра, у нее очень большой широкий спектр, это прекрасно. Вот, и люди это, с молоком матери считают, вот она ценность. А тут им приходят и говорят, что все это суета, которая, вообще говоря, там, не знаю, в потенциях вот этих наших рефлексов, которые заложены, она должна, в общем, утихнуть, схлопнуться. И нирвана, она вот, вот электрон в нирване. Он никуда не дергается, все, вот он в своем подсознании, там, свои поля у него гармонично устаканились, и вот он миллиарды лет. Ну, вот как-то так. Можно сказать, цветком. Да нет, просто тут такой, как бы... Ни не голевые, когда мы не все что неси. В каком-то смысле же, на самом деле, все живое же бросает вызов природе. Тем самым, что оно как бы нечто сложное, да, в общем, в хаосе, который царит вокруг, оно пытается как-то что-то организовать. Да, и вот тут я, чтобы это не ускользнуло, да, ну, как говорится, однобитную лазейку оставлю. Я тоже думал, ну, хорошо, вот гармония, гармония там и так далее. Все схлопнулось, сознание, все в подсознании, в этой гармонии идет. Вот, а потом подумал, ну, хорошо, если гармония, это какое-то, ну, грубо говоря, число, формула одна. Вот, но она же как-то, она динамичная. И вот какое-то развитие, то есть гармония, есть какая-то динамика, она постоянно сама себя строит. Вот как этот мировой ум, мышление, вот, может он сам себя там пытается познавать. То есть какое-то движение есть, и постоянно вот это, они все-таки куда-то переходят. Ну, вот я не буду сейчас глубоко привлекать вот эти темы аттрактора и так далее, центры этих аттракторов. То есть какой-то зазор, может, вот я и думал, что все-таки вот там нейтрон там через миллион лет там распадается почему-то, я так и не знаю почему. Или, ну, какие там частицы. Ну, какое-то время жизни есть, а потом все-таки распад. То есть, которые как бы… Ну, они там неотличимы, поэтому как бы… Какой-то… Как бы нельзя говорить, они тронют. Уж стопроцентной гармонии может быть и нет. То есть, все в природе, все изменяется. И вот какой-то зазор вот для этого сознания все-таки есть. Вот. Ну, когда вот полное сознание, а тут вот чуть-чуть этого подсознания, это вот сила связи со всем космосом. Вот в этом… В этой модели я ее вот так себе как бы… Ну, изобрел шкалу такую. Извините, но почему не так? Не-не-не-не, это интересно. Просто факт состоит то, что у вас получается странное. Вот я, наверное, начинал уже говорить, да? О том, что человек вообще-то вызов в природе бросает. Он пытается своими искусственными созданиями там, начиная там социальности и кончая техникой. Да. То есть, нечто противопоставит. Правильно, пожалуйста. А у вас гармония, она как-то вот с природой связывается, с гармоничностью и космосом. То есть, как бы мы должны обратно все сломать. То есть, несмотря на то, что вы строили, условно говоря, вавилонскую башню, да, вот… Да. А теперь надо ее как бы вот просто разрушить. То есть, человек должен распасться на электроны? Нет. Не на электроны. И в этом смысле стать гармоничным со окружающим космосом. Мы должны, условно говоря, стремиться к чему-то. В каком-то смысле. Бог – это ведь есть какая-то конечная цель, которую никогда нельзя достичь, но бесконечно можно стремиться. А у вас, получается, как бы, что нет такой, как бы, цели. Потому что, на самом деле, надо… Цель изменит. Расширит подсознание до абсолютного. Смотрите. Пока есть цель, всегда будет этот разрыв между тем, что есть, и тем, что будет. Это то, что хочется, чтобы было. И постоянно этот человек будет в этом разрыве жить. И никакой гармонии не будет. Пока мы движемся в цели, гармонии нет. Гармония – это всегда результат какой-то. Как вы говорите, Нерман погрузился и сидишь. Пока мы движемся, как пытаемся двигаться к результату… И почему? Само движение, может быть, гармонии невозможно. То есть, сам процесс… Не обязательно должна быть яма, в которой ты находишься, и это гармонично. А сам процесс… Ну, что такое Нерман? Почему надо в Нерман погрузиться, если буддизм это опять же вспомнить? Там есть бесконечное перерождение, некое движение, дурное бесконечность. Ее надо остановить и не двигаться. Никто не знает, что такое Нерман. Никто не знает. Мы метафорически говорим. Мы что-то понимаем об этом. Метафорически говорим. Есть бесконечное дурное перерождение душ всех живых существ. Надо из него выйти. Друг раз и остановиться. Так вот, европейская цивилизация до сих пор, она как бы наоборот говорила, что вот есть… Она выпрямила, во-первых, движение во времени, она сказала, что оно не цикличное. А во-вторых, она поставила какую-то бесконечность в виде Бога, к которой надо стремиться. И пока мы движемся к цели, у нас всегда будет разрыв между тем, что мы есть, и тем, чего мы хотим достигнуть. А поскольку есть разрыв между желаемым и действительным, всегда будет отсутствие гармонии, дисгармонии. Человек это как бы разрывает постоянно. Он должен… Он хочет быть одним, а на самом деле есть другой. Хочет быть один, а на самом деле другой. И эта дисгармония, она и общество разрывает. То, что общество хочет быть одним, а на самом деле оно другое. Вот это вот постоянная, знаете, игра между идеальным и реальным. Если у нас некое идеальное общество, мы понимаем, как должно быть. Вы сами говорили об этом. Воин не будет, то не будет. Это религия очень хорошо представлена. Вот придет Машиаф там, вот он установит правильный мир. Устроит все так, как нужно. А в реальности такого не происходит. Потому что в реальности свои законы, да? Никогда не случится так, что наше желаемое вдруг воплотится так, как мы желаем. И причем процесс-то чем еще интересен? Пока мы движемся, наши желаемые менялись. Мы желали одно, двигались, начали желать другое. В мире изменений горизонтов, да, нашего знания и наше желание изменяются. Да, да, да. Вот хочу стать миллионером. Вот сейчас сидел, вот раз, вот хочу. А у меня спектр этих целей бесконечный. Летчиком, шахтером, пол поменять, там еще что-нибудь. Хорошо, вот напрягся, пошел, ну вот миллион, вот три даже. А дальше что? И что? Да, там жена ушла, да. У меня был такой. Точнее, если у меня двойный брат такой, который дошел до трех миллионов, то я ему сказал, восстановись, деньги возьми и живи. Он сказал, а что дальше-то делать? Ну, так вот. Он захотел шесть. Ха-ха-ха-ха. Вот. Вот это, как бы, целеполагание, но это опять же, ну вот с потолка, да, вот. О, красивые какие, люстры, вот стеклышки. Вот стану-ка я стекольщиком. Ну, встал там, да, вот сертификат, все там, заказы, ну, все познал там и так далее. Вот, или как Горюхин там вот говорил, ну вот я музыку познал, мне тут как бы уже, для меня она вот вся, вся моя, я сам музыка, и что-то другое хочется. Ну вот цель, цель, цель. А для кого-то эта музыка, это там десять поколений в роду музыкантов, и они там еще изучают там что-то. Факт состоит вот про гармонию, говорите, гармония это никогда не движение к цели, но гармония всегда результат. Вот Гомеостас, как Илья сказал, то есть всегда некая позиция... Минимально энергетическая положение. Да, вы сами говорите, минимально энергетическая положение. То есть это все-таки вот покой, как бы упал и лежишь. Ну, это я для такой тактической иллюстрации привел, а поскольку мир-то изменяется, то гармония это не лежание на дне, а это вот именно умение лежать на дне, потому что вот это дно, оно постоянно меняется. Вот, а если ты поставил цель где-то вот здесь, вот, а она там... Нет, вот смотри, есть разница между тем, как приспосабливаться к чему-либо, да? Вот, я как бы пассивен, но по мере изменений среды я приспосабливаюсь к изменению среды, это одна позиция. А есть другая позиция, я не жду, пока среда изменится. Я сам ее меняю, да? Сам как бы ставлю цель и меняю. Хочу летать! Хотели летать, хотели летать, раз придумали самолет, полетели. Там еще что-нибудь. То есть есть разные позиции. Есть позиция активности, а есть пассивность. Вот среда меняется, я там лежу в гомеостазе. Среда поменялась, ну чуть-чуть пошевелился, там опять в гомеостазе. То есть вот это вот существенно две противоположные позиции, вот они у вас как-то вот интересные. Тут вот, Булат, тут вообще говоря, работают мощные инерционные вот эти запрограммированности наши. Это точно. Вот, я вот самолет, все, ну хорошо самолет, но как твой самолет соотносится с реальным миром космос? Вот здесь для решения народно-хозяйственных и каких-то там планов, которые вот накопились там, я не знаю, от легенды об Экаре и так далее, ну хорошо. Построил самолет, замечательно. Ракету построил. Зачем? Как это соотносится с реальным миром? Знаете, кстати, когда мы под новые горизонты открываем, мы просто не знаем, что нам откроется. Мы поднимаемся на горку и видим новые просторы, понимаете? Да. Мы сделали самолет, мы теперь что-то еще больше можем. Мы сократили, что нам дает самолет? Мы сократили время перемещения, тем самым как бы посленно удлинили свою жизнь. Это большое преимущество. Начали грузы быстро перевозить там. Опять же таки, сопоставление с тем, как это вот… А вы все-таки хотите в архаику, куда-то вот в эту древность, да, где там жили в гармонии с природой. Там на лужке там сидит этот, как это называется, пастушок. На дудочке играет. Да, и там овечки пасутся, да, там солнышко играет, травка зеленеет. Я понимаю, что это в некотором смысле любого человека греет, да, вот так вот. Детев шумит. Нам очень хочется всегда. Да дело не в этом. Тут же обойти об этичестве, мне говорится, да, что как вот… Я это прекрасно понимаю, любой человек это греет. А то тут какие-то джунгли у нас, да, там, выходишь на улицу, какие-то серые страшные здания там, много-то, что-то гремит, там шумит. Я согласен. Но все-таки вот с другой стороны, что нам дал прогресс? Прогресс много что дает. Это тоже важно. То есть нельзя просто по местам спать. Надо как-то вот сосчитать несосчитаемые, и одновременно наслаждаться как бы гомеостазами, и одновременно двигаться. Как вот это можно сделать? Так оно вот… Сознание-то дано не случайно и неспроста. Вот эта возможность, вот этот сектор, где ты вправе вырабатывать вот этот язык, а язык, понимая широко, не только слова, там, фразы, стишки, обороты, а язык это, вообще говоря, аккумулятор понятий, представлений и так далее. То есть вот тут интегрируется весь опыт. Вот построили ракету, слетали на Марс, раз там эффект какой-то, там еще что-то, ага. Вот, и это в язык все пойдет. А когда это познано что-то уже, оно, я говорю, оно плавится и уходит вот в подсознание. То есть более гармонично уже просто внутренним подсознательным сердцем, грубо говоря, ближе к этой гармонии находишься. Человек умирает и вместе с ним подсознательно умирает. Так язык он транслируется в языке, вот. То есть все-таки язык. В языке. Это вот транслируется эта культура вот эта становящаяся, которая претендует на возможность состояться в этом мире. Опять же таки за ограниченный промежуток времени, вот когда солнце остынет, там и земля, так сказать, не сможет нас содержать. Вот тебе время выдано. Время пошло. Ну у вас, конечно, промежутки такие, сколько-то миллиардов, блядь. То есть язык, я так понимаю, это совокупность социальных, культурных, исторических и так далее, и так далее. Это как генофонд вот этот вот транслятор. Вообще не язык стремится стать, а человеку. Язык-центр, а человек-частичный объект, наоборот. Ну, что как называть? Язык стремится стать, так же как вот когда организм там формировался, можно говорить, ДНК стремилась у ДНК собраться так, чтобы потом она могла вот транслироваться в разных средах там и так далее. А каждый объект всего лишь несовершенствовал. А это временное какая-то, да. Частичный объект. Да, частичный. Хороший слов. Это у березы там вычитывали, там. Частичный объект, хорошие словы. Объект, который входит только как счастье. Язык у нас как бы... Язык в целом сам по себе, просто как счастье. Аналог какой-то ДНК, которое вот позволяет организму, развиваясь... Как наслаждение поэзии-то от чего-то, да? Ну, на этом языке, на языке этого, спирали. И общение к Богу. И живем про молитву. Ну, скажем так. Одно и то же произведение, один и тот же стиль, грубо говоря. Будучи прочитанным в аудитории, он не у всех срезонирует. Конечно. Вот. И вот это... Для него второжна еще какая-нибудь. Вот. И так вот это и есть резонатор, который к себе притягивает вот то, что соответствует. Остальное автоматом... Да, это понятно. Это речь идет о том, почему он... Это не на каждого подействует, что он резонант. А в чем когда его... Удовольствие от стихотворения. Вот было хороший тезис сказано, что это как бы удовольствие от умирания. Что языки есть, а у меня нет. То есть у меня как субъекта нет, а языки есть. То есть идет наслаждение вот этого факта. То есть ты отдаешься из себя язык. Да. Язык есть через тебя, и он забирает твою жизнь. Ты становишься... Язык... Язык... Язык замирает твою жизнь. В том смысле, что ты отдаешь себя языку. Язык через тебя как бы... Он как бы вот... Как оракул, да? То есть тебя нет. Он вещает. То есть тебя нет, язык вещает. Он же мыслит, он все делает. А ты просто себя отдал как бы вот... Язык как Бог, да? Отдал Богу. Нет. Отдал себя Богу. Отдал себя Богу. Молит вошел в экстаз, и ты отдал себя Богу. И Бог через тебя, именно язык, он на самом деле нечто живое. Он через тебя живет, как бы ты... И ты получаешь как бы... Некое как бы... Наслаждение, да? Что получает? Наслаждение как постоянное. Если тебя нет, что получает экстаз? Бессознательно. Как ты можешь бессознательно? Тебя нету? Если тебя нет. А тут прикол состоит, что смерть до конца невозможна. Ты не умирает, ты не... Смерть сознания. Смотрите, подождите, подождите. Мы поговорим про смерть. Некая деятельность умирания. Смерть-то сознание. Это метафорическая смерть. Смерть сознания. Да нифига, она самая настоящая. Она не метафорическая. Она самая настоящая, только она длящаяся. Ну, как на коле сидишь, ты умираешь. И испытываешь наслаждение. Как на крестах. На кресте висишь, на кресте висишь, и ты вот умираешь. Вот это примерно так, да. Испытываешь наслаждение, да? Игорь, как испытавший. Это поэтому ты сказал, почем ты? У тебя же какая была тема? У тебя была тема, что надо каким-то способом умудриться обойти и обмануть сознание. Которое является стражем, да? Оно не пускает. Бессознательно. А бессознательно отрвется. Оно не пускает. Ты говоришь, что как к нему можно пробиться? К нему можно пробиться вот этими вот резонантами. Через резонантскую метафору. Да, да, да. Через метафору, да. Есть? Та же самая позиция или нет? Получается, что не та же самая позиция. А в чём разница? Каким же образом стих пробивается к бессознательному? Ну то, что как было сказано, что бессознательного и сознательного много общего. По крайней мере они говорят на одном языке. Точно. Я всегда же не представляю. Ну про дисклуги это было сказано. Это понятно. Второе сознание всегда говорят, да? Это хорошая, согласен. А здесь получается, что как-то не так. То есть у тебя речь идёт, что ты как бы пробиваешься не к другому сознанию, а к чему-то нечто гораздо более большему. Есть набор фраз. Да. Есть набор фраз. Он является собой некую информацию несёт. Да. Каким образом эта информация влияет на сознание и на бессознательное? Сознание обходит его, потому что сознание у Игоря всегда понимается как страж. Сознание же тоже видит эту фразу. Нет. Здесь сознание есть большое количество всевозможных замок. Но метафору не понимает. Сознание хочет понятия. А метафору как её понять? Может он воспринять? Ну вот это простейший Хейнгер. Понять там нечего. Хорошо. Получается, что сознание из этой фразы воспринимает одну информацию, несознательное видит в этой фразе другую информацию. Совершенно верно. Именно так. Так обходится сознание. Как вот Хейнгер влечит анурезу, Деточки? Прошу прощения за некрасивый приём. Давай анурез. Бог с ним с анурезом. Не-не. Логика состоит в том, что действительно поэзия, в отличии... Например, если философский трактат, то всё-таки сознание это её стихия. Он тут как бы работает, что-то делает, да? А если как бы поэзия, то сознание тут не из-за что ухватиться. Ну что нахуй делается? Это как бы... Мы читаем стихии, не мы наслаждаемся, а другой. Здесь мы с Константином расходимся. Я так говорю, что другой Я просто, который в нашей теле живёт. А он говорит, что мировая душа. То есть объединение всех бессознательных? Ну чего-то другого. Точнее, это объединение всех бессознательных, которые должно наступить в далёком будущем. Мне бы совершенно верно. Вот так. Так, да? Как оно может быть, если его ещё нет? Не, оно уже есть в проекте, в смысле. Если он остановится, то привёл. То для силы... Амиостас – это, видимо, цель как в Боге. Амиостас – только в Боге. Так воспринимает то будущее или воспринимает то... Как ДНК. А у нас сейчас будет большое, длинное, совершенное ДНК. Но оно в каком-то конкретном организме. Маленькое, короткое, уродливое. Но оно, как некий проект... Ну, каждый уносит свою долю. Маленькую долю. Каждый проект, который стоит там, вот ещё в будущем, оно уже ДНК. Да, каждый кинемический ввод. Каждый важен. Каждый важен. Но оно вот такое. Каждый важен, правильно я понимаю? И тут, да. А интерес здесь состоит в том, что как бы... У меня же тоже как бы... Я только на это никогда не обращал внимания почему-то. Что здесь праздник смерти сознания, да? Просто это никогда не обращал. Ну, вообще так же, да. Да. У тебя сознание вообще вирус. Ты же сам говорил. Это у тебя вирус. Нет, я тебе предлагал такое описание. Я всегда отказывался. Нет, я не так? Нет. Ну, есть как бы компьютер-дисплей, да, компьютерная программа. Осознание раз, как бы, и как вирус о себе платит. Размножает. Она везде, везде. Во всём. И как будто бы нет ничего, кроме сознания. Как будто бы. Как будто бы. Вот я о чём говорю про вирус. Как будто бы. Вирус-то не так. Универс, никогда не говорили, что он один. Нет, я же говорю, компьютерный вирус. Я не об этом вирусе говорю. А каким образом он бессознательно общается с сознательным? Ну, сложно. Тяжёлая жизнь. Тяжёлая жизнь. Тяжёлая жизнь. Тяжёлая жизнь. Тяжёлая жизнь. Они друг о друге-то знают. То есть, всё-таки, поезды связаны с бессознательным. Правильно я так понимаю? Да. И у вас обоих позиции в этом совпало. Обязательно. Ну, оно в бессознательном, но оно в другом смысле. У меня, так говорится, в другом Я. Что мы себе в человеке носим. А тут получается, что есть такая мировая душа. Он же язык. Он же ещё что-то, который как-то так некий... Получается, язык общается с сам собой. Счастливый я. А к нему подключена только и бессознательная подключена. Правильно? Система ТЭР. Ну, у меня так же обойти внимание. Ну, у тебя так же, да. Согласен. То есть, мы объединены в некий живой организм, огромный, большой, все люди, да? Через бессознательный. Это точка подключения. Ну, у меня так же, да. Точка подключения всех людей в единый организм, который будет когда-нибудь в гомеостазе, когда-то. В Боге, да? В канал? В Боге, да. А в конкретном становящемся социуме, через сознание, через... Нет, это мы друг с другом, внутри. Да. А есть ещё связь с задней. А это с миром вообще, да. Она вот... Ну, как и ЛСД. Понимаете? Там одна из главных стадий. Да, очень хорошая. Одна из главных стадий как раз подключения тоже с системой мировой душой. Вот это один из главных ЛСДшных феноменов. То есть мы пытаемся со знанием выйти к миру, а на самом деле мы всегда уже с ним подключены сзади, да? Да. А сзади мы подключены. Ну, пытаемся от этого отказаться и об этом не знаем. Да, да. Пытаемся об этом не знать. Сзади мы подключены всегда. И мы вот все вот такие заболитокранированные сидим и думаем, что мы не во вселенной, что мы называем, что мы субъект. А метафора это хопа мимо всех этих бастионов? Бобус, электрический ток, экстаз, смерть, дни, счастье. Чем это отличается от того, что сознание, например, находит, не знаю, там, новую формулу открывает? Чем этот экстаз отличается от бессознательного? Ну, потому что это не его экстаз. Так, это не его. Не его. Сознание нашло формулу. Да нет. Вот когда сознание нашло формулу, это его экстаз. А когда тебя политической метафорой долбанулишь, это не его экстаз. Чем метафора? Я понимаю. Сознание не знает, что с ним делать, понимаешь, с метафорой. А когда такой ситуации... Он просто его слышит. Что там происходит? Но бессознательно не знает, что делать. Что такое зашло? Параллельная структура. Может быть есть какая-то эстетика и формула? Ну а как же? Красота формул. Ну есть. Это же сознание. Красота для сознания только в смысле может проявиться. Когда создание формулу сопоставит с социальным заказом, и она тут же вот, о, это вот на миллион потянет, вот там вот, значит, побежал, значит, патентовать и так далее. А то, что в подсознании, ну в сознании как-то к нему так, ну там, вот, кушать хочешь, ну подожди, тут более важные дела там. Где параллельная структура? Каждая, в принципе, из них обладает тем же самым. Нет, ну, вообще говоря, они сильно связаны, вот, я тоже думал, ну как это там, шизофрения, что ли, и так далее, вот. А, ну для себя я нашел, что они, вот, в метафоре этого дисплея, который поделен, вот, мы работаем в одной части, это в другой, вот. А на самом деле на этот дисплей направлена камера, которая это все зацикливает. То есть вот текущее состояние и понеслась обратно. И вот все прокручивается через массивы памяти, опыта, через механизмы прогнозирования, алгоритмы какие-то. И все это отображается на своих дисплеях, и вот так работает эта машина. Вот. Ну, там много еще других деталей, которые... Не буду сейчас объединено все это, но я это называю вот заложенным врожденным рефлексом продолжения рода и самосохранения. И вот на этот дисплей, на который направлена камера и циклирует, ну, я не знаю, как это организовано, смотрит вот то, что мы называем я, которое привязано к этому рефлексу. Который вот смотрит, сечет эту поляну и, может быть, в принципе, где-то сопоставляет вот этот социальный аспект вот с этим космическим. И вообще говоря, может, когда надо, выключить это сознание вообще там вот. Сидел там, раз, и какую-то новость принесли, и он этот я по критерию вот этого сохранения и так далее, вот, чтоб там с катушек не слетел или еще что-то. Он видит, что у него социальных алгоритмов справиться с этим нет, вот, что тут полный даун. Она его выключает и работает на автопилоте, на наработанном то, что вот в генетическом аппарате вот свои ресурсы внутренние там как-то. И вот это я, в принципе, а в нормальном состоянии, оно может вот как-то там какую-то свободу немножко глубже туда пройти. Вот йоги практиками, они там заходят в это подсознание свое, они с организмом, с этой физиологией делают почти что хочешь. Сердце останавливают, дыхание там, гормонами управляют и так далее. Это не так безопасно, в принципе, они уверены. Ну вот, и так вот именно на вот этом датчике тонком, вот, на инстинкте самосохранения, они вот по острию лезвия там как-то туда ходят, вот. Ну, это я вот для себя вот внутренне, я так иллюстрирую вот возможности вот это. Даже силой воли вот туда двигаться, сюда, поэтизировать там, изобретать, открывать что-то и выходить в социум. Вышел там, вот пошел, морковку купил, съел и опять пошел, значит, так сказать, в космос. Ну, в общем-то, как-то вот так схема. У меня там, конечно, проработки гораздо глубже, я же, в конце концов, вспаять хочу, так сказать, маленького такого. Вот. Вот. И буквально, действительно, сегодня появилась такая возможность, появился такой элемент замечательный, мемристер, может быть, слышали, нет? Так что вот наши эти сегодняшние разговоры, вообще говоря, честно признаюсь, вести под камеру тем более опасно. Почему? А потому что это вот сопоставимо с этим ядерным проектом, а эта бомба пострашнее будет. И вот этот мемристер, в двух словах я должен тут, как бы, сказать, это четвертый базовый элемент, грубо говоря, электротехники. Вот мы знаем резистор, конденсатор, индуктивность. А четвертый, который вот даже из теории должен следовать просто, его в 72-м году еще там кидается один просто на кончике пера, он говорит, вот должен быть, вот ищите. Вот. А это, вообще говоря, это резистор с памятью. И вот уже с восьмого года или с седьмого на Хьюлитт Паккарде они сделали, уже работают. А что это такое резистор с памятью? Это двухполюсник, обычный резистор. Вот, взяли его, сделали, тестером включили, вот, десять килоом, замечательно. Вот. Пропустили, там, минут пять, там, пять миллиампер в одну сторону ток-тек. Раз, смотрят, у него сопротивление уменьшилось, пять килоом. Вот. Отключили, положили на полку, через месяц пришли, пять килоом. Вот. Вот. Пустили ток в обратную сторону, но он восстановился. Дальше продолжили, он там до ста килоом. Это полный аппаратный аналог синапса, который в мозгу у нас. Вот эти связи нейронов, они контактируют, да. И вот эта синаптическая связь, в зависимости от корреляции одного нейрона и другого, если этот только что был возбужден, потом этот возбудился, на него подает сигнал, связь ослабевает. То есть, в следующий раз этот, подавая сигнал этому, он будет тормозить его будущее возбуждение. И наоборот, если этот молчал, а этот возбудился, потом сработал этот, связь улучшается. То есть, этот сигнал правильный, он упреждает события. И вот, все, сейчас уже все технологии готовы, инфраструктура связи, интернета и прочее, все готовы. Осталось вот этот процессор спаять, подключить. Это про искусственные теннии телек, что ли? Да. То есть, вроде теоретических соображений невозможно там. Из каких? Теоретических. Тест Тьюрика там, что-то такое? То, то, что под знаменем искусственный интеллект на сегодняшний день, это… Ребята за 50 лет добились того, что понятия интеллект, которые… Как я говорю, я тоже там… Икона у меня была, интеллект, тем более искусственный, все. Они не смогли возвыситься до вот того понимания интеллекта как разум. Они понятия самоопустили до уровня алгоритма. И теперь искусственный интеллект – это все. Я там на форумах других смеялся. Говорю, вон сливной бачок в туалете. Ну да, искусственный интеллект. И вот они, да, вот сейчас просто… Экстенсивное развитие. А так вот, по критерию разумности, этот углик, да, он невозможен. Я это понял давным-давно. А вот этот вот, мемористер, да, это… Это аналоговая штука. Она, в принципе… Нейрум пороговое устройство садится. А спать это что, тебе нужно? Что? Спать? В принципе, да. Я… Я… Там же не может до конца… А, да нет. Там система… Она самобалансируется. Там логарифмические законы и без этого работают. Значит, у них самообучаемые, наверное… Там все прекрасно, да. То есть, сейчас осталось вот взять паяльник, и это поэтому тут… Микро-паяльник? Микро-паяльник? Да. А чего так… Такая штука сделала? Они сделали, да… Опять же, таки, энерзия. Деньги-деньги… Я смотрю, они… Вот эту золотую вещь… Они сейчас просто, её в технологию флешек, так сказать. Ну вот… Надо радоваться, что пока микроскопом гвозди забивают. А микроскоп, да, сделаем. Их надо кормить, надо ухаживать, нячиться с ними. А на самом деле у тебя какие-то преимущества по сравнению с обычными? Да все, даже во флешках. Через 5 лет мы забудем, что такое загрузка, перезагрузка и так далее. Она помнит, вот компьютер работал, ты его выключил, включаешь, у тебя в памяти, в оперативном, вот как было, так и есть. Она работает быстродисто, быстрее, чем эти теперешние драмы и прочее. Энергосбережение. Это все хорошо. Это принципиальный прорыв. Раньше, когда вы придумали транзистор, он был прорыв. Это круче транзистора, да. Даже дело не в габаритах и так далее. А вообще, ну жили-жили и вот изобрели индуктивность наконец. И то это не сравнится. Алгоритмы для этого кто будет писать? Какие алгоритмы? Не надо никаких алгоритмов. Он сам будет. Он сам. Не, ну можно додуматься, я говорю, вот как флешки делать. Можно и алгоритм придумать. А зачем? Не, ну что техники, рано или поздно, это как-то породится с человеком в том смысле, что человек станет биоскопом. Но это, наверное, так. Прорывил за транзистор, еще качественные изменения произошли. Ну подожди. Приблизилась техника к нам, она стала повседневной нашей, как бы... Особая особенность не произошло. Ну, в общем, да. Она помогает. Смотрите, память хотелось бы нарастить, да. Это, условно говоря, может было как бы раз. Все библиотеки мира, как бы, иметь в голове едино. Вот этого стихи-то новые не появились. Ну, и что? Ну, это же хорошо было бы, так удобно. Ну, так ты их и будешь иметь, и уже скоро. Да. А что, очень сложно. Ты, может, спокойно возьмешь на свой... Сколько у тебя? 1,5 терабайта? Ты не понял, Асаня. Я им прямо в голове. У тебя хранили. Ну, это же есть поудобнее. Ну и что? Тебе же нужно выбрать из этого терабайта. Кто будет выбирать? Моментально выбираешь, как бы, у тебя там все это обучено. Там есть, как бы, это, слова. Нет, я понимаю так. Что выбирать? Ну, мне уже неудобно. А я совсем увел. Ну, да, да, немножко. Ну, немножко к трагичному у вас, на самом деле. Или четвертый элемент есть. Нет, нет, про четвертый элемент это понятно, я имею в виду в целом. Это как раз оптимистически. Просто у вас начали бороться с гуманизма, а в итоге все-таки человечественные ответы, и гуманизм... Так, а что может быть гуманнее, так сказать, нарисовать перспективу, что наш социум, в конце концов, научится договариваться, да, и прекратится вся эта склока, там всякие выборы, там драки, эти жириновские. Неужели вот творчество вот это, которое мы сегодня лицезреем, нас как-то тащит? Кого-то это тащит, да, это вот там политики, идеологи, да. Вот, кстати, это иллюстрация, вот понимание кайфа жизни, да, вот там. Или как Ленин, там. Церковь отличается? Жизнь – это борьба, там. Ну, в принципе, да, но вопрос масштаба. Извиняюсь, церковь от чего отличается? Отличается от обычного социума? Он имеет в виду, что церковь уже провозгласилась, что Христос всех объединяет. Ну да, чем церковь отличается от обычной жизни? Что община – это и есть как бы нечто. Ой, церковь. Ну, не знаю, я боюсь, оскорблю многих верующих, но просто я рассматривал эти вопросы. Вот. У меня короткая такая, наверное, ясная концепция. Я считаю, что имеет место быть вера как таковая, ну вот, в мире. Вот. А дальше, ну вот, я считаю, что любая религия, так сказать… Ну, как это… Ну, другое слово, но я не знаю. В сопоставление с верой, религия любая, сейчас объясню, оскверняет веру, а любая церковь оскверняет собственную религию. То есть, что есть, вообще говоря, вера. Вот эти производные, уже в силу своей множественности, уже понятно, что они как бы… Вера, она где, бессознательная или не сознательная? Вера, она… ну, у кого где, может есть те, кому удалось ее это вот в сознание, вытащить это понятие. А вообще она, да, она в бессознательном, она врождена, это можно убедиться экспериментально. Любые народы, любые там эти… У них, так или иначе, оно… Вот именно… Какое-то чувство вот это, оно вот в сознание просачивается. Ему вешают тот или иной ярлык, или десятки ярлыков, там, язычество, или еще что-то. Но вот эта интуиция, она… Никуда от нее не денешься. Что вот наш социальный вот этот сектор, он не соответствует в полной мере реальному миру. И вот это чувство, оно, так или иначе, получает свои ярлыки одно, а дальше пошли обычные спекуляции. Вот, давай книжку напишем, давай морковку повесим, давай будем жертвовать, ну, и так далее, и тому подобное. Так а не есть ли, грубо говоря, религия, способ именно вытащить веру и построить вот это вот то самое гармоничное общество? Основанное на бессознательном. Ну, может быть. У них же нет сознания, они же не апеллируют к сознанию, к формулам, они же апеллируют как раз к бессознательному, к чувству. Ну, вот я и сказал, вот как мы сегодня еще вот пободались на форуме, если понимание есть, то оно есть. Если его нет, ты говори, что хочешь, там, можно на костры тащить и так далее, оно не придет. А понимание, оно из реального соприкосновения с миром. Вот ты почувствовал красоту природы, там, пообщался, я не знаю, с девушкой, там, еще что-то. Вот это твой опыт, вот оно понимание. Оно дается тебе вот через бессознательное, как чувство. Вот холодная чашка, там, еще что-то. Так это есть у всех людей, я думаю, что любой человек соприкасался с прекрасными и бессознательными. Тем не менее, общество у нас почему-то... Так вот, кого-то увлекли вот в эту вот, я говорю, в отраслевую какую-то. Его убедили, внедрили в него алгоритмы. Так точно, что убедили. Мы же сами только что говорили о том, что язык у нас является... Язык это все, и культура, и сам язык и так далее. Это и есть то самое бессознательное. А сознание, оно же не есть, а что-то чужое и никакого отношения не имеющее к языку. Если язык это есть все, и он связан непосредственно с бессознательным, то в чем же проблема тогда жить в стихах? Мы говорили общее, вообще распространяя вот это положение на весь социум и так далее. Но когда говорится о каких-то частях социума, там, верующие, неверующие, атеисты, или приверженцы этой религии, и вот этой, которые грызутся еще друг с другом и так далее... Они тоже есть часть языка. Правильно. Но если внимательнее еще глянуть, то посмотреть, что у них-то языки свои... Как это у них языки свои, когда они все подключены к бессознательному? Есть общее бессознательное, которое включает в себя все языки. Правильно. Так, а почему тогда... Вот есть ли там маленькие группы, которые подключены к этому? Почему они на основе этого общего? Бессознательное, много вариантов самого себя. Бессознательное? Народно оно. Тогда, получается, мы принципиально не сможем никогда договориться и стать бессознательным, потому что... Ну это, как и есть, договориться стоит то, что все будут к бессознательному подключены и все. А мы самgiہ. Мы и так подключаем. Договариться нужно сознанием, понимаешь, это функция сознания. А, бессознательно договориться надо, но мы и так уже объединенным. Так я и говорю, если мы уже объединены в нем, то в чем проблема? Ну сознание мешает. Видишь, мы не сознательно. Так всё, в последней, мы слишком сознательно. Это есть часть языка. Оно не может быть вне языка. Не может быть вне бессознания. Бессознательное объединяет все, в том числе и сознание. Для него просто из х есть служебный инструмент. Срочный инструмент. То есть, получается, что сознание – это не бытие, а бессознательное – это бытие. Честно. Но не может быть ни... То есть они друг с другом никак не связаны. Извиняюсь. Вот это бессознательное поле, скажем, этого... Бессознательное – это Бог. В других словах. Но это в крайнем предельном случае, да. То есть, это природой создана нам возможность, вот эта предпосылка. Но она, вот ее ядро, внутренние обратные связи, память и коэффициенты усиления, как оно работает, все это нарабатывается его опытом, вот этим контактом по входу и по выходу. Если опыта нет, если он не наработан, то внутреннее... То есть бессознательное появилось с возникновением человека? Бессознательное – это возможность вот этого связи, непосредственного подключения. Но если опыта нет, если на вход ничего не подается, если отключить, вот, скажем, там, слепо-глухо-немые, да, у них опыта не тактильного, визуального, слухового нет, вернее, тактильное, они вот только вот так могут иметь информацию из мира, и через пищу, там еще как-то. Вот. И там создается поле вот этих естественных понятий, формируется свойство вот этого организма. А через сознание социум подает свои знаки. Так в принципе, вообще-то, общий, который объединенный, и сознательный, и бессознательный, его можно формировать, его свойство внутреннее, которое видит это я, и которое следит вот этот инстинкт, Почему социум не может непосредственно в бессознательное? Зачем ему нужно через сознание входить? Язык такой. Мы знаками, у нас знаковая среда. Нет, хорошо. Социум на меня, и все в социуме, на этом языке. Ну, так это язык, это же часть общего языка, бессознательного. Нет, в бессознании там вот... Другой язык? Да. Нервные импульсы, связи между нейронами, и все. Вот я сказал... Таким образом мы преобразуем язык, грубо говоря, слов в нейроны. Мы не язык слов, мы через вот аппарат, называемый языком, все слова, которые воздействуют на этот организм, через этот аппарат переплавляются во внутренние... Он так не переплавляется, если вот есть один язык, на котором мы общаемся здесь, вот сейчас. Да. И есть тот язык, который в бессознательном. Как эти языки друг с другом связаны? А вот барабанная перепонка колеблется, и чувствительные рецепторы выдают нервные импульсы в разных частотах, все. Пошел этот язык, вот транслятор. Далее идут преобразования, все. Там работает свой язык. А-а-а... И он универсальный для света, вкуса, там, я не знаю, внутренний, свой язык вот этого социума из наших всех этих клеток, вот этого организма. Ну, то есть, это есть то сознание, мышление? И вот в бессознательном, да, вот это мышление, оно вот там варится. А внешняя связь с социумом, вот нашим знаковым языком, да, который, я считаю, он еще как бы развивается, он не замкнулся вот настолько гармонично, он растет, да, развивается, появляется новая там вот толерантность, недавно выучили, там еще что-то, вот, забыли слова КПСС. И вот этот язык, он становится и растет. Так вот этот организм в социуме, его можно сформировать, как вот природой гармонии, так можно его изолировать от мира, и вот чисто его просто... Звери живут в гармонии? Мангурта, ну, если звери на природе, они в гармонии, а посадил клетку, ну, вот, будет что-то там такое. Выпустишь природу, он сдохнет, потому что он не подключен правильно. Получается, что мы должны прийти к состоянию животных, которые живут в гармонии? Ну, чтобы было не очень на меня, но это будет идеальное животное. Не-не-не, просто... Я и сам, я говорю, я оставляю... Сказать-то ничего, надо же просто сидеть и думать. Лазейку для сознания я оставляю всегда. И вот у того же комара и так далее, у муравьев, у них там в один бит, может быть, разрядности есть какой-то регистр, где вот возможность, да, какого-то движения, развития. Потому что гармония – это динамичная штука. Это не так, что вот в гармонии вот такой вензель, ты его выучи и все, и умри. Это живая штука, это, ну, то, что говорят, Бог, или там мышление, разум вот этот общий. И вот ему соответствовать адекватно, а не выдумывать что-то. Какая-то степень свободы на выдумке есть, да, но это все должно соразмеряться с тем, от чего никуда от мира ты не уйдешь. Надо вот именно ему соответствовать. А он прекрасен. Выдай степень. Это достойно. Чтобы насторгнуло. Чтобы насторгнуло. Да нет. Не отумываешь, ну что, все, да? Ну, сейчас, да. Не, ну, надо просто думать здесь уже. Надо здесь уже сильно несколько. Надо, да, требуется теперь просто работать об этом поразместно.